Блоки рожига газа, разрядники для газовых конфорок, жгуты, перемычки. В каждой квартире есть частичка труда людей с инвалидностью. На Брестском унитарном предприятии «Промбриз» занимается изготовлением широкого спектра комплектующих изделий для газовых и электрических плит. Они каждый день производят сотни высококлассных приборов, пользуются которыми не только в Беларуси, но и в России. Мы выпускаем в основном продукцию на электротехнический завод, на газоаппарат, на ГПС-технику. Иногда поставляем продукцию на Новгород, на Россию. Работа несложная, работа относится ко второму разряду, но требует качества, аккуратно и внимательно. В Брестской области у нас два унитарных предприятия. Первое предприятие на наше Брест унитарное предприятие «Промбриз» и унитарное предприятие «Блик» город Барановичи. Вот хочется отметить, что Барановичское предприятие унитарно считается лучшим в Республике Беларусь среди инвалидов с нарушением слуха. В этом месте научились понимать друг друга практически без слов. Сегодня здесь работают порядка 300 сотрудников, 170 из которых – инвалиды по слуху. Виталию Некрашевичу 31 год. У него не только проблемы со слухом, но и еще один неутешительный диагноз – церебральный паралич. Но сидеть в четырех стенах никогда и не думал. Рабочее место молодого человека пестритые дипломами и благодарностями. Устроена и личная жизнь. В женелке тут познакомился с девушкой. В женелке в 2016 году. Пока детей нету, планирую. Однако горит Виталий не только работой, но и увлечением. Молодой человек ведет настоящую фотоохоту на птиц. В его объективе сойки, скворцы, серые цапли, дрозды, рябинники, хохлаты и синицы. Виталий не орнитолог, но он знает все. Даже самые редкие виды и породы птиц. Фотографии регулярно выставляются на различных выставках. О планах на будущее говорит уверенно. На следующий год я планирована выставка в мае в Полоске. Потом летом в Бресте, в Кобрине. На осень у меня план выставка «Несвежая». Виктория Нечаева, Дорт Букнович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Телекомпания «Бук-ТВ». Телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...